Друзья, не знаю как вы, но я конечно в легком шоке пребываю после вчерашнего. Для тех, кто пропустил данную новость, коротко обрисую произошедшее. Итак, накануне 23 мая из Афины в Вильнюс вылетел самолет ирландской авиакомпании Рейн-Эйр. Гражданское воздушное судно, на борту которого находились 122 пассажира плюс члены экипажа. Также в этом лайнере летел журналист Роман Протасевич. Более известный как блогер Нехт, а еще это человек, которого самопровозглашенный белорусский тиран Лукашенко. Не могу, простите, назвать данного персонажа президентом Беларуси. Так вот, Лукашенко объявил свое время Протасевича личным врагом. И судя по вчерашним событиям, картина, которую мы с вами наблюдали, была именно спланированной спецоперацией по нейтрализации блогера, вот этого вот самого личного врага. Хорошо, давайте по пунктам. Первое. Проблемы начались именно в небе над Белоруссией. В какой-то момент поступила информация, будто борт заминирован. Второе. Служба безопасности вроде как проверила. Ну, провела поверхностную проверку, бомбы на борту не нашла. Тем не менее, это уже третье. Белорусская страна с земли продолжала настаивать, что лайнер необходимо сажать. И почему-то настаивали, что сажать самолет нужно именно в Минске, в аэропорту Минск-2. Хотя до пункта назначения до Вильнюса, к тому моменту, оставалось всего ничего. Там меньше 100 километров. Вильнюс находился гораздо ближе, в то время как и Минск. Там около 200 километров. Но лайнер резко меняет курс и летит по направлению к Минску. Позже стало известно, почему экипаж согласился выполнить это требование. А дело в том, что в небо по приказу Лукашенко поднялся истребитель. И, как написали пропагандисты, сопровождал борт до самой белорусской столицы. Журналистов Протасьевича в аэропорту в спешном порядке арестовали. На родине парень заочно приговорен к смертной казни. Ну что, интересная история вырисовывается. Это реальная журналистика. Давайте ее обсудим. Поехали! Конечно же, мне, как и многим из вас, сейчас очень интересно будет увидеть, услышать реакцию руководителей Евросоюза в первую очередь. Потому что, ну то, что произошло на самом деле, давайте называть вещи своими именами, это не просто ЧП. Это вооруженный захват гражданского воздушного судна. Это террористический акт. Это акт военной агрессии, как хотите это называйте, но это так. Средь бела дня пассажирский лайнер ирландской авиакомпании, повторюсь, ставят под прицел военного истребителя и приказывают совершить вынужденную посадку. Очевидно, что у пилотов не было другого выбора. Ну, кроме как подчиниться вот этому преступному приказу. Это что такое? Это что такое? Я спрашиваю, какой-то упырь, возомнивший себя пупом земли, угрожает оружием мирным гражданам, причем гражданам других государств. Берет десятки людей в заложники, одного вообще, возможно, уже в данный момент пытают, убивают. По сведениям, которые располагает Народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Беларуси, диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали сбить гражданский самолет авиакомпании Рейн-Эйр с пассажирами на борту. Для этих целей был поднят военный истребитель МиГ-29 вооруженных сил Республики Беларусь. Это еще раз подтверждает, что данный инцидент является актом государственного терроризма, требует незамедлительной реакции европейских властей, всего мирового сообщества. Понятно, что выходные были, что западная часть мира еще не вышла на работу восточной, это только утро понедельника, но я все-таки думаю, что какая-то реакция от мировых лидеров последовать должна и не только от европейских. Может быть, даже в виде жесткого ультиматума, кстати, простые европейцы уже высказали свое фи по поводу произошедшего. Пока, правда, в адрес авиакомпании Рейн-Эйр, попавшей в неприятный замес, со вчерашнего дня пользователи соцсетей буквально атакуют их официальные аккаунты в интернете, буквально заваливая гневными сообщениями. Что вы натворили? Они убьют его? Мы требуем расследования. Вы убили своего пассажира. Почему ваша авиакомпания позволяет захватывать самолеты? И на самом деле, вы знаете, я разделяю негодование этих людей. Ничего себе! Мы только-только год назад отметили 75-летний юбилей окончания самой страшной войны в истории человечества. И вдруг в самом сердце Европы откуда ни возьмись появляется новый упырь бандит и террорист, который снова начинает кошмарить мирных граждан с применением оружия и военной техники. Еще больше для меня неприятно, что в моей стране этого упыря долгое время называли другом, поддерживали, да и сейчас мы этому другу иногда помогаем. Да что там иногда, вот почитав пропагандистов, до сих пор его поддерживаем, Симоньян, пожалуйста. Никогда не думала, что буду хоть в чем-то завидовать Белоруссии, но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво. Ну и конечно поспешу огорчить терпилоидов, которые уже все пальцы стерли, строча сообщения из разряда, да никаких последствий не будет, господи! Ребят, вы не путайте терпиляндию, в которой насекомые, простите, население привыкли к пинкам и зуботычинам от каждого, кто называет себя барином и нормальных людей. В данном случае, повторюсь, мы говорим о развитых странах, ОЕС, о супермеждународном скандале, по сути, случившееся можно расценивать как мощный плевок во лицо всей Европе еще раз. На борту захваченного лайнера находились граждане Евросоюза, граждане нескольких государств, даже самолет, который захватил усатый террорист, является собственностью ирландской авиакомпании. Ирландцы это не зеленые пацаны, они вон из Британии-то не боятся разборки устраивать, а тут какой-то таракан из карликового государства. Да и лидеры стран ЕС, мне кажется, не простят такой наглости. Ну что я могу сказать, потекла крыша у Александра Григорьевича, не даром в свое время Владимир Путин. Сказал, что долгое пребывание одного человека во власти чревато психическими расстройствами, как вуду, глядел. Но проблема, знаете, какая? Когда мы приземлились, все вокруг стояли и никто ничего не делал. Значит, проблемы не было. Стоять все такие довольные, а человек там, может быть, ну 50-60, милиция, пограничники, человеки, которые там в черном, где-то, я знаю, такие, почему не стоять рядом? Кстати, реакцию Путина мне тоже интересно было бы увидеть и услышать. Но что-то мне подсказывает, сейчас наш лидер займет выжидательную позицию, опять спрячется где-нибудь в гунду, а в гункере будет смотреть, да, чем все закончится. Закончится, то есть по принципу такого околофутбольного недоболельщика, который болеет по принципу, знаете, кто выигрывает за тех и болеет. Вот мне кажется, что примерно такой реакции, наверное, такую выжидательную позицию сейчас Путин и займет, дай бог, чтобы я ошибался, конечно, но что-то мне подсказывает, что я прав. Что ж, друзья, будем посмотреть. Я на самом деле очень хочу, чтобы данная история закончилась хорошо и для моего коллеги Протасевича в первую очередь. Я очень не хочу, чтобы гнилые политиканы и их тупые адепты сейчас начали нагнетать и создавать еще более напряженную ситуацию в мире, которая, безусловно, однажды закончится чем-то страшным, если вовремя не одуматься всем вместе. Мы ведь понимаем, что есть дебилы, которые осознанно провоцируют планету на очередной вооруженный конфликт. Есть идиоты, которым, наверное, может показаться, что возможная войнушка – это какая-то веселая игра. Как по мне, проще изолировать нескольких дураков и маразматиков. Может быть, даже какими-то радикальными методами, чем всем вместе расхлебывать потом дерьмо, простите, большими ложками. Все, это была Реальная журналистика. Спасибо, что вы слушали. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok